Мариуполь возвращается к нормальной жизни на фоне разрушений. Москва передает Киеву тела бойцов с Азовстали. Сражения за Северодонецк продолжаются. МАГАТЭ работает над отправкой международной группы экспертов в Украину для проверки ядерной безопасности удерживаемой России Запорожская АЭС. Постпред России покинул заседание СовбезоОН во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля из-за обвинений Москвы в продовольственном кризисе. Однопартийцы Бориса Джонсона намерены добиваться его отставки. Несмотря на выраженное вотом доверие, возмущенных скандалом с вечеринками оказалось много. По территории Мексики к границе с США направляется очередной караван мигрантов. Спустя две недели после объявления Москвы о полном взятии под контроль Мариуполя город, как показывают российские СМИ, возвращается к тому, что напоминает нормальную жизнь, несмотря на масштабные разрушения. Тем временем российская сторона заявляет, что начала передавать десятки тел украинских бойцов, найденных на металлургическом заводе Азовсталь. По неподтвержденным данным, они были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков. Чуть севернее Мариуполя не прекращаются бои за другой, стратегически важный для обеих сторон город. Взятие под контроль Севердонецка – основная цель Москвы в Донбассе. Недавно там был взорван мост через реку Северский Донец, один из ключевых для продвижения на восток. В своем ночном обращении Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не сдаются. Российская армия пытается использовать дополнительные силы в Донбассе. Но на 103-й день украинский Донбасс стоит. И стоит твердо. В последние недели российские войска медленно продвигаются вперед в Донбассе. В ожесточенных боях обе стороны понесли значительные потери. Украина утверждает, что Россия продолжает вести беспорядочные интенсивные обстрелы. По данным главы Донецкой области, с 24 февраля в регионе погибли около 500 мирных жителей. Ранены в три раза больше. МАГАТЭ работает над отправкой международной группы экспертов в Украину для проверки ядерной безопасности на удерживаемой Россией Запорожской АЭС. Об этом сообщил в понедельник в Вене глава агентства Рафаэль Гросси. Он добавил, что украинские власти обратились к нему и генеральному секретарю ООН с просьбой добиться освобождения объекта. Крупнейшие атомные электростанции не только в Украине, но и в Европе. Он добавил, что условия труда на Запорожской АЭС вызывают серьезные опасения. Украинский регулятор сообщил нам, что они потеряли контроль над ядерным материалом. Только на прошлой неделе украинские власти заявили, что цепочка поставок прервана. Деятельность по сохранению внутреннего барьера защищенности реактора не ведется. В МАГАТЭ подчеркивают, что продолжают оказывать давление на руководство России, чтобы получить доступ к АЭС, поврежденный в результате боевых действий в начале марта. Здесь опасаются, что Запорожскую АЭС ждет судьба Чернобыльской, которую российские войска оккупировали в течение пяти недель. И, по сообщению местных жителей, повредили станцию, разграбив ключевые материально-технические средства, включая программное обеспечение. Пост пред России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета безопасности во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля. Несмотря на то, что заседание собралось для обсуждения проблемы сексуального насилия и торговли людьми в конфликтах на фоне ситуации в Украине, Шарль Мишель решил напомнить и о другой проблеме, обвинив Россию в продовольственном кризисе из-за блокировки украинских портов. Россия несет полную ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Я видел это своими глазами несколько недель назад в Одессе. Миллионы тонн зерна и пшеницы застряли в контейнерах и на судах из-за российских военных кораблей в Черном море и из-за нападения России на транспортную инфраструктуру. Вы можете выйти. Может быть, проще не слушать правду, уважаемый посол. В свою очередь, заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский отметил, цитата, зашкаливающую степень бездоказательности обвинений, которые озвучивали западные партнеры, а также назвал речь Мишеля отвязной и грубой. Что касается зернового кризиса, то его решение может быть найдено в ближайшее время. Как сообщили СМИ, Турция и ООН договорились с Украиной и Россией о создании механизма по вывозу зерна из украинских портов. Ряд однопартийцев Бориса Джонсона настроены добиваться его отставки, несмотря на выраженное накануне вводом доверие действующему премьер-министру, пишет газета «Гардиан». Хотя результат голосования не стал неожиданностью, размер недовольства им в его собственных рядах не может остаться незамеченным. За доверие Борису Джонсону как лидеру 211 голосов. Против 148. Возмущение среди депутатов-консерваторов выросло после того, как в прошлом месяце был опубликован крайне негативный для Джонсона отчет о вечеринках, проводимых в условиях локдауна на Даунинг-стрит во время пандемии. Сам премьер-министр был оштрафован за нарушение установленных им же правил. Несмотря на это, он был настроен оптимистично после вотума доверия. Я думаю, что это убедительный результат, весомый результат. И это означает, что как правительство мы можем двигаться дальше и сосредоточиться на том, что, по моему мнению, действительно важно для людей. Лидер оппозиции сэр Кир Стармер заявил, что расколотая консервативная партия удержала на плаву премьер-министра. Сегодня вечером депутаты-консерваторы сделали свой выбор. Они проигнорировали британскую общественность и крепко связали себя и свою партию с Борисом Джонсоном и всем, что он представляет. Консервативное правительство теперь считает, что нарушение закона не является препятствием для его принятия. Несмотря на то, что теперь Джонсон на год защищен от вызова на ковер своими же однопартийцами, отныне к нему и его политике в ближайшие недели и месяцы будет приковано пристальное внимание как в парламенте, так и в обществе. В Приштине столкновение между ветеранами армии освобождения Косово и полицейскими, которые не пускали манифестантов в здание парламента, частично признаны республики. Депутаты в понедельник обсуждали проект повышения минимальных зарплат и пенсий со 170 евро до 250. Многие ветераны боевых действий в Косове получают как раз минимальную пенсию, но их в законопроект не включили. Против этого они и пришли протестовать. Манифестанты сумели прорваться во двор парламента, но полиция, применив перцовые баллончики, остановила их. Пострадали, по имеющимся данным, три человека. В итоге законопроект все равно принять не удалось. Международные финансовые учреждения заранее предупредили, что Приштина не может позволить себе увеличение минимальной оплаты труда. Тысячи людей идут пешком из города Топачула, штат Чиапас, на юге Мексики, в сторону границы с США. Караван мигрантов из стран Латинской Америки, в основном Кубы, Венесуэла и Никарагуа, стал крупнейшим в этом году. Ожидается, что к нему присоединятся 15 тысяч человек. За последние три месяца число мигрантов в стихийных лагерях в Топачуле выросло в три раза. Я хочу попросить у США помощи, чтобы оказали нам поддержку. Хочу попросить о многом, чтобы они пришли в Венесуэлу и разобрались с ситуацией там. На самом деле мы были бы счастливы вернуться домой. Было страшно идти через джунгли, но мы это делаем, чтобы дать нашим детям и себе лучшую жизнь. Так как жизнь в Венесуэле ужасная. Если бы нам там было хорошо, мы бы никогда не приняли решение покинуть нашу страну. Потому что это тяжело. Это очень тяжелое путешествие. Организатором каравана выступил некоммерческий гуманитарный центр, в котором заявляют, что 70% участников шествия – женщины и дети. В Лос-Анджелесе в эти дни проходит саммит Америк, на котором обсуждаются проблемы миграции. С января по апрель в Мексике были задержаны более 115 тысяч иностранцев, не имевших необходимых для пребывания в стране документов. Полиция Доминиканской республики задержала подозреваемого в убийстве министра окружающей среды и природных ресурсов Орландо Хорхе Мэре. 55-летний министр был убит во время рабочей встречи. По данным местных СМИ, убийца был его близким другом. Мэр был убит шестью выстрелами. Личность стрелявшего стала известна уже в момент преступления, но мотив его пока неизвестен. После нескольких недель протестов, включая голодовку и ночевку в палатке на высоте, защитники окружающей среды в Париже празднуют спасение более 40 деревьев от вырубки вокруг Эйфелевой башни. Изначально планировалось расчистить место для создания садок Олимпиаде 24-го года, но столичные власти решили отказаться от этой идеи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова